Билли Айлиш всего 17 лет, а она уже у всех на слуху. Не так давно у нее вышел альбом И конечно же, как ожидалось, он побил все чарты. Сегодня вас ждет 10 неожиданных фактов о Билли Айлиш. И конечно, мы не будем забывать об английском. Это канал Puzzle English Life, меня зовут Настя, давайте начнем. Первый факт. Билли не училась в школе, так как была на домашнем обучении. Как сравнить и сказать, что что-то хуже, а что-то лучше? Просто, ведь better это лучше, а worse это хуже. Напоминаю, что эти слова являются исключениями в английском языке. Поэтому запоминаем три формы сравнительных степеней этих прилагательных. Good, better, the best. Хороший, лучше, самый лучший. Bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый плохой. Еще слово, которое вы часто можете встретить в разговорной речи, это literally. Это слово значит буквально, в буквальном смысле слова, в прямом смысле. Второй факт. Изначально ее страстью были танцы. Она тренировалась по 11 часов в неделю и даже участвовала в соревнованиях. Узнав о том, что она поет, педагог спросил Билли, сможет ли она записать песню для постановки танца. И тогда ее брат предложил Билли попробовать Ocean Eyes. Эту песню он изначально написал для своей группы. Запись залили на SoundCloud, чтобы отправить ее хореографу. А в итоге эта запись стала просто вирусной. Вскоре Билли получила серьезную травму и уже не смогла танцевать профессионально. А еще Билли постоянно получает растяжение, вывихи, воспаление. Причем она сама не знает, почему так происходит. My splits are way insane. And I used to be able to like, you know, kind of be in my splits kind of like that with my foot up on something. I can still do it. But don't. But I'm not going to. But like, you know, I've sprained this ankle like six or seven times. I sprained this ankle like twice. I had tendonitis in this foot. I woke up with it. Nothing even happened. And it's like, like someone could be skiing and then get an injury and break their leg or something. And then they have a broken leg and that sucks. But at least it was from something. My injuries have always been from nothing. Split. Это то, что у нас называется шпагатом. А теперь поговорим немного о травмах и повреждениях. Injuries. Spraying ankle значит растянуть лодыжку. Tendinitis это воспаление сухожилия. Ну а break a leg это очень просто сломать ногу. И, кстати, если вы слышите, что кто-то кому-то желает break a leg, это значит ни пуха, ни пера. Именно так идиома break a leg переводится на русский язык. Билли очень любит Джастина Бибера. Первая футболка с группой, которую купила Билли Айлиш, была футболка с Нирваной. И запоминаем, cut off значит отрезать что-то. А вот слить это прорезать или разрезать что-то вдоль. Во сколько лет и о чем Билли записала свою первую песню? Билли говорит про свою первую песню. И тут я поняла, откуда к нам язык пришло выражение огонь. Первым концертом, на котором побывала Билли, был концерт группы Neighborhood. Билли любит. Нет, любит это очень такое слабое слово. Она просто обожает водить машину. Билли Айлиш терпеть не может женские кроссовки и просто обожает мужские. Так вы можете сказать о чем-то, что вам очень сильно не нравится. А кто же является вдохновением Билли в настоящий период времени? Давайте послушаем. АВРИЛ ЛАВИН АВРИЛ ЛАВИН GOES HARD, говорит Билли. Когда про что-то говорят, что он, она или оно goes hard, это значит, что это супер клево. В общем-то, это выражение синоним таким словам, как cool, awesome и так далее. И напоследок, десятый факт о Билли Айлиш это то, что ее любимым сериалом является сериал The Office. Это были 10 фактов о Билли Айлиш. Может быть, вы какие-то еще факты знаете? Напишите обязательно об этом в комментариях. Ну, или можете написать о том, что вас больше всего удивило. А по ссылочке внизу обязательно переходите на сайт Puzzle English и выбирайте самые лучшие и удобные способы для вас, учить английский или улучшать его. Ну, а с вами была Настя и канал Puzzle English Live. Пока-пока!